Добрый день снова дорогие друзья любители шахмат здесь на ческом ру с вами говорит алексей армалинский рассказываю вам про партии турнира претендентов так первый тур что еще одна партия и тоже английское начало на этот раз не два российских шахматиста два китайских спортсменов встретились но очень похожим дебюте вот такой вот хитрый ход d3 наверное вы помните с предыдущего ролика что алексеенко пошел d5 я его критиковал что конь на d5 у него был нестабильный пришлось бить на c3 и так далее давать белому лучшую пешечную структуру вот так ванхаус играл спокойно рокировка и здесь он ну поскольку е5 пешку белые не атаковали так в общем-то зачем коня ставить на c6 вместо этого он поставил на c6 пешку действительно так удобно слон может убежать на c7 в общем-то черные где-то готовят d5 нормальная солидная игра обычно против такого дела белые ударяют центра немедленно там с ходом d4 но здесь то пешка уже на d3 пошла поэтому наверное это неэффективно то есть хороший выбор ванхау но день движения он не волновался его задача была затянуть противника на долгую борьбу ну в общем он это с этой задачей он справился ладья е8 немножко ход такой необычный вроде бы дают возможность белом пойти за слоном там была кстати партия в калькутте в блиц в блиц играли аниш гири против ананда так вот анан пошел опять ну и там делались какие-то ходы в общем я через все эти ходы пробежал потом еще дальше там много чего было и закончилось все это дело позиции где ананда был явный перевес хода оборвались состоит 1-0 но может быть выше время просрочил в общем непонятно что случилось но позиция то черных была хорошая ну ладно просто так для информации а был у нас сыгран ладья е8 мы день движения пошел за слоном но со слоном он пошел на слона он не нашел слон убежал ну вот что теперь делать да вроде бы все по плану там пешку бы двигаем вперед английское начало но атаковать там ничего коня на c6 нет а что делать против хода d5 вот многие бы здесь растерялись бы я наверно точно бы растерялся день лежать вообще не растерялся он пошел е4 не просто такой ход сделать слона своего запер на же 2 надо же потом это же не не структура ботвинника где всегда конь стоит на е2 тут и собственно и в 4 не не планируется вообще охот тем не менее очень хороший знаете почему он хороший а хороший он потому что если черные здесь пойдут до 5 то белые вот так вот вообще все это возьмут и пойдут слон b2 неожиданно откуда ни возьмись у нас получилась позиция очень характерная для чегоринского варианта испанской партии с переменной цвет но посмотрите и конь на 4 до эти пешки а3 b4 только тут еще лучше поскольку слон уже фианкетирован слону не пришлось гулять там как там с е7 на f8 а потом на g7 здесь у белых такая куча лишних темпов как вообще на е5 то пешку держать на него сейчас владея 1 нападут в общем у белых здесь просто здорово все-таки у день лежения у него огромнейший опыт игры за черных против испанской партии и он это здесь прочувствовал очень грамотно но тем не менее его противник не попался на такое дело и ответил тоже коронным таким испанским приемом но по крайней мере более выдержанным то есть он все-таки в центре не двинулся но теперь так и конь а6 ну что значит напали на что правильно что с ней делать ну вроде бы можно пойти слон c3 но тогда вот такая проблема и b5 вы хотели играть испанскую партию но вы ее будете играть со своим испанским конем которые там на b7 а здесь там b2 как он войдет в игру и когда может быть как-то до е3 доберется в общем не хотелось день лежения этого и поэтому он двинул вперед b5 тогда структура зафиксировалась вот получилась такая позиция но мы когда с владимиром добровым эти партии все разбирали в живую ну нам нужно было конечно за другим смотреть там невероятные события проходили происходили на других досках вот поэтому здесь мы так глянули мельком ну подумали ну что это значит надолго будут тут долгие маневры позиция казалась примерно равной слабость пешки на d3 не особенно это чувствуется вот такой ход был сделан меня кстати удивил ван хал что он в этом положении не взял на f3 ну кажется в первом туре играешь напротив такого титулированного противника почему бы не получить крепчайшую позицию вывести коня на е6 потом на d4 может разноцвет какой-то но наверное очень близко к равенству однако же пошел он свой наш 5 это решение очень и очень интересное как-то не очень-то он боялся своего противника надо же ван хал да где-то в он как я говорил наверно на какой-то горе фудзияма там сидел готовился приехал без тренеров без секундантов там и прямо так вот с корабля на баллы надо же так вот играет первом туре но хорошо пошли маневры денежение решил разменять слонов что позиционно очень грамотно вот да и так еще пошел и здесь после правильного хода h5 зажим конечно нельзя было белым давать если белая пешка попадает на h5 белые поля будут под контролем это правильный ход но вот здесь такую загадку денежение занял задал своему противнику ну что будешь делать будешь бить что из этого выйдет я кстати подумал на эту тему давление на d3 конечно есть но белые как-то могут подползти королем и вот вот так вот пробить естественно позицию белых не представляется возможным а как как бороться со стандартным планом там конь на е4 потом пешку же будет двигать я думаю что вот это было бы интересно вот отвечаем на загадку загадкой пускай белые берут у нас тоже будет сдвоенные пешки здесь конечно с размером коней все таки динамика в белых маловато и я думаю что объективно говоря позиция просто тупо ничейная недостаточно ну ладно всего этого не случилось потому что да просто было сыграно ладья до 8 вот такие размены и мы опять же глянули мы с володи на этом мельком подумали ну давай смотреть опять не помню чего там такие дела происходили а на этом и вернемся к этому ходов через 30 да нет 30 ходов тут им не удалось сделать дело в том что здесь на на 30 кстати ходу неожиданно ни с того ни с сего дележать который ну вообще образец терпения там прилежности аккуратности всех замечательных качеств вдруг чем маханул просто вот ну не знаю вот разудилась у него плечо и взял двину ф4 ну что он посчитал он естественно увидел что пешка на б6 там висит и завидел возможности ну вот размена такого то есть слона который слон наверное не так хорош как конь да в таких позициях поскольку но сколько много пешек и вот он подумал ну замечательно теперь то есть если вот так вот возьмут так я беру но там не до пешки а4 там надо б6 защищать но я продолжу зажим там подойду королем потом в пять здорово а если он берет так как и случилось в партии но у меня тогда сильный конь против плохого слона вот на это наверное эту партию нужно вот каждый раз когда открываешь учебник очередной написанной оппозиционной игре и вам там продолжает втюхивать вот такого рода аксиомы хорошего коня и плохого слона показывают какие-то партии там где несчастный слон ни одного хона не имеет но в общем правильно с одной страны на конечно аксиома но она есть база но хотелось бы в качестве но для баланса вот привести привести вот эту позицию и показать что даже такой классный шахматист как дин лежень третий номер в мире приехал ну фаворитом на турне но может быть вторым фаворитом после каруаны может вот так вот ошибиться так просто вот не понять позицию во первых ему нанесли f5 ну то есть бить ну что там у черных открывается еще линия е пешки разбиты то есть так ходить надо но самое главное вот этот ход ладья вдруг поднимается на лифте на как говорят обычно это ну для атаки на короля здесь вот кстати с той черная пешка на g6 был бы сделан такой общий укрепляющий ход наверное у белых было бы получше и и дин лежень бы его долго возил бы с этим конем а здесь все по-другому ладья приходит на g4 и выясняется что у белых то ничего нет кроме коллекции слабых пешек но не знаю ходить королем на h3 но это настолько противно ну и вам с другой стороны поможет ли это ну вы понимаете тут что ладья сейчас придет на d4 значит конь уже пешку на b6 не атакует он должен сторожить поле g4 от черной ладьи ну и черные в общем будут разбираться там что и как у белых ходов нет одна ладья приклонок f4 другая к d3 и к4 а конь вообще не в цук-цванг нельзя попасть случайно шутки шутками ночью это совершенно негодилось ну пошел все-таки король f3 наверное еще один лежение была такая мысль ну ну не может быть что я уж так напортил но все-таки у меня была хорошая позиция что-нибудь срастется на самом деле ничего толком не срасталось вот так вот теперь слон атакует эту пешку ну правильно наверно сыграл ладья а2 и кстати противника немножко запутал наверное к этому моменту вот ванхау все-таки осознал насколько у него хорошая позиция а вот этот вот ну неожиданный перепад такой ну как-то на него подействовал он стал считать варианты подумал ну может там где-то что-то не ясно и решился понадежнее сыграть решил повторить ходы достичь контроля до которого осталось четыре хода потом разобраться у нас самом деле в реальности то он мог конечно взять тут две вещи есть во первых после воде h2 можно дать шах значит король уйдет пойти g5 это конечно увидел но наверно обеспокоен был что вот конь c4 теперь сыграют и действительно пешка b6 под угрозой здесь удивительно у черных есть выход из положения не играют так забирают на f4 но это еще более-менее понятно но что с пешкой бета делать а вот что делается такой ход значит белую водю пока сзади поставить не могут они должны d3 защищать то есть они идут вперед и здесь вот с небольшой задержкой посмотрите на предыдущих вот сначала сюда а теперь так вот такие дела теперь пешку бы съедят но у белых серьезнейшая проблема здесь все-таки там три со скоков владеяный очень сильно сомневаюсь там много слишком пешек в общем какой следующий ход ну наверное да шах не надо давать все равно это владею потом не возьмешь это как раз ошибка тут вот так вот сыграют и наверное придется ничью делать вечным шахом или что такое иначе пешку бы не удержать это не надо делать а что надо делать надо просто пойти вперед вот это вот надо делать ну заберет на c5 заберешь на b6 как только король выйдет на f5 не говоря про то что здесь все таки можно такой ход добавить до ходец такой неплохой но еще больше трудности теперь как-то пешку f надо держать в общем плохо тут было белым но если этот вариант ну слишком как-то уж тяжело с ним разобраться да все-таки нужно было понять вот увидеть это жертву качество то есть же другая более такая петросяновская жертва качества вот такая но теперь на что бить королем сюда ну снова же 5 но здесь-то особо волноваться не за что поскольку что белые могут сделать но наверное так сыграть пытаться зайти на за пешкой бы но никуда они не зайдут но сразу свон d8 хоть так вот с b8 нападает но теперь у черных две пешки за качество король лезет на c3 но позиция в принципе совершенно выиграна вот поскольку ванхау промедлил и пошел ладьёй да еще куда-то неловко сюда пошел он просто потерял ход то удили же не появилась возможность спасти партию который он не заметил на ходу видимо деморализован был тем что случилось партии как его надежная позиция превратилась вообще в руины в полные развалины и не заметил он такой идеи ну кстати посмотрите на это здесь вот так вот бить вообще плохо вот как только будет выдан этот шахт c6 белые заберут комь бьет f5 после комь бьет ф5 все повернется назад и аж 4 будет защищено и белый король выйдет центр на е4 ну в общем все просто полностью 180 градусов то есть так нельзя надо бить конечно ладьёй но тогда почему белых есть этот трюк здесь ничейный ладьёй аж один там и так далее так что мог он спастись но не приметил сделал сороковой пассивный ход ну и здесь уже все ванхау разобрался по петросяновский поставил на же 4 сделали они еще там два хода ну и по большому счету хватит контр игры 0 черные пойдут королем на f5 ладьёй на d4 ну и пешками там наш три же три вот так вот день для жизнь сдался никто такого не ожидал нас же проиграл белыми в первом туре ну что ж опять же будем смотреть всегда когда вот я буду записывать следующий свой ролик и говорить о партиях последующих туров буду вам напоминать о турнирном положении очень и очень эта партия отразилась на настроение и самочувствие замечательного китайского гроссмейстера но это в следующий раз а пока спасибо за внимание с вами был гроссмейстер алексей малинский